КВЕНТИНА ТАРАНТИНО Предлагалась роль одного из отрицательных персонажей, человека по имени Эйс Вуди. Однако теперь выясняется, что у Костнера слишком напряженный рабочий график. В частности, в ближайшее время Кевин снимется в фильме Зака Снайдера «Человек из стали». Кроме того, Костнер занят собственным режиссерским проектом «Бой местного значения». Профессионал — очередной боевик с Джейсоном Стэтхэмом. Добавок к нему Клайв Оуэн и Роберт Де Ниро. Бывшему бойцу британских силовых структур приходится забыть о тихо-размеренной жизни отставника, когда его лучший друг оказывается в опасности. Слушай, он за мной вернется. И тогда тебе конец. Наверное, можно будет сказать так. Это фильм о разочаровавшихся людях. Более всего он напоминает фильмы о солдатах холодной войны, которые списаны в утиль наступившим новым мирным порядком. Ибо бизнес теперь превыше всего, а честь стала считаться устарелым и вредным понятием. Но дело может продолжить и дьявол. Так значит, в этом все дело? Такие правила. Комедию «Добро пожаловать в Коллин Вуд» придумали и сняли братья Энтони и Джо Руссо. Коротко этот фильм можно описать так. Пятеро тупых и один сейф. Сейчас. Стена заполнена водой. Ты попал в трубу, придурок. Черт. У мелкого воришки Косима появляется план, как разбогатеть, использовав информацию, полученную у сокамерника. Теперь дело за малым – выбраться из тюрьмы и взяться за дело. Но его секрет становится известен типам, которые сами хотят найти свое бель-линии. Не могу сказать, что этот фильм стоит увидеть каждому непременно, но уж если получится, то попробуйте обязательно, не пожалеете. Да, стало тяжело в наше время найти Мулинский. Куда катится мир? Каждый хочет иметь свое бель-линии. Кому непонятно, посмотрите. Добро пожаловать в Коллин Вуд. И ваш словарный запас обогатится парой новых выражений. Держите себя в рамках. Продолжение следует...